здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине и сегодня у нас тема звучит профилактика онкологических заболеваний у нас в студии замечательный доктор панченко сергей викторович главный нештатный онколог министерства здравоохранения ульяновской области здравствуйте но мы сегодня с вами вы собрались на такую актуальную тему поговорить скажите пожалуйста мой первый вопрос так звучит какова динамика заболеваемости онкологических заболеваний в ульяновской области и может быть если ну тоже вкратце скажете что если вообще тенденция к росту онкологических заболеваний у нас в регионе и может быть по россии в целом скажете если брать многолетние тренды то хорошо видно что заболеваемость онкологическая растет как в российской федерации так и в ульяновской области то есть с каждым годом рака становится к сожалению все больше и больше однако эта тенденция нарушилась в этом году по девяти месяцев этого года мы видим что выявляемость злокачественных новообразований стала в ульяновской области хуже чем было в прошлом году то есть раком заболела а точнее я бы сказал диагноз рака был поставлен в этом году 370 больным надо меньше на 370 случаев рака выявлено меньше за три квартала чем это было в прошлом году тенденции нехорошие потому что мы видим что запущенность стала несколько выше чем в прошлом году то есть в распространенной стадии в поздней диагностике стало хуже и от тенденции к сожалению есть и в российской федерации насколько мне известно и связано это с тем что ограничительные мероприятия очень здорово ударили по такому важному направлению нашей медицины как профилактические осмотры люди стали реже приходить для того чтобы им поставили диагноз злокачественного образования даже когда их ничего не беспокоит стараются сидеть дома и это влияет впрямую на диагностику меньше мы ставим диагноз это не значит что меньше болеют это печально то есть все таки вот внесло свою лепту это да вот сейчас происходит ситуация весьма и весьма повлияло и мы очень озабочены к онкологи очень озабочены середич а какие все таки вот наиболее распространенные онкологические заболевания вот ну если взять при этом у нас ульянская область на такая тенденция принципе в россии да у нас лидирующие нозологии мы так называем то есть наиболее часто встречающиеся злокачественного образования не отличается от таковых на территории российской федерации первые места занимают как наверное всем известно а кому неизвестно я расскажу это рак молочной железы или рак груди у женщин это рак легкого и в основном у мужчин рак кишечника толстого кишечника как у мужчин так и у женщин и менее опасный рак но наиболее часто встречающийся у обоих полов это рак кожи почему он менее опасные потому что только 10 процентов среди всех раков кожи занимает опасная меланома а остальные раки очень хорошо лечится но встречаются они очень часто поэтому за свои кожи надо наблюдать это самая частая локализация вот такие лидирующие а вот мы уже сказали что конечно вот та ситуация сейчас происходит она немножко внесла свою лепту этот коронавирус борьба с коронавирусом к видная ситуация спас но вот сразу вот не отходя от этой темы все-таки вот скажем так много этот к видное время оно внесло какое-то свою лепту в муштизацию онкологических больных могут какие-то особенности в лечении в наблюдении онкологических больных может какие-то особенности есть до правила изменились во первых сейчас ни в какое лечебное учреждение а наше учреждение онкологический диспансер не исключение нельзя лечь без выполненных анализов на коронавирус и я прошу к этому относиться с пониманием потому что наше лечебное учреждение работает на онкологических больных это очень больные подвержены опасному заболеванию и мы должны их обязательно продолжать лечить если здесь подойти к этому процессу безответственно и кто-то скрыв свое состояние или иногда даже бывает по подложным документам пытается лечь а потом выясняется что человек принес с собой коронавирус это без сомнения влияет на лечение в целом отделении мы вынуждены выписывать всех кто с ним контактировал и на это надо обратить особое внимание и население прошу относиться с пониманием к тому что перед госпитализации к нам надо обязательно сдать мазочек территориальные поликлиники делает все для того чтобы обеспечить возможность бесплатного обследования нашего населения на коронавирус кроме того в территориальных поликлиниках в настоящее время возросшая ответственность на районных онкологов приводит к тому что чаще они сами принимают решение о том следует дальше обследовать больного который стоит на диспансерном наблюдении или достаточно того обследование которое было выполнено и его не обязательно направлять к онкологам онкодиспансера мы все работаем связки если надо советуется с нами поэтому если вам сказали что у вас сейчас все хорошо ваше лечение прошло нормально и признаков прогрессирования или рецидива заболевания нет в этом случае надо доверять онкологу территориальной поликлиники вот только в этом маршрутизация изменилась во всем остальном мы работаем по-прежнему сервисе на прекрасно знаю что вы всегда открыты для пациентов да по любому вопросу можно и медикам обратиться тоже первичная звена в том числе о котором вы сказали который имеет очень колоссальное да вообще значение имеет вы всегда об этом говорите да 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 вот а вот как человеку можно заподозрить все-таки у себя онкологию да и вообще стоит ли вот абсолютно здоровому человеку идти и проходить обследование ну как то так называемый чек-ап вот проходить да вот к что вы можете сказать по этому поводу знаете пол сергеич одно время чек-ап так называем был очень популярен но это было до того как как у нас в россии появилась выстроенная доказанная система диспансеризация до четко куда входят достоверные методы диагностики ранее диагностики для населения поэтому сейчас если бы меня спросили вот об этом я бы сказал что чек-ап ежегодный не обязателен для населения потому что во первых человек сам не знает объем обследования ему лучше прислушаться к мнению доктора а вот диспансеризация особенно диспансеризация на которую вас пригласили уже конкретно с учетом вашего года рождения она является обязательной проходить ее нужно очка поставить для уточняющей диагностики посоветовавшись с врачом после первого этапа диспансеризации таким образом вот этот самый чек-ап который включает себя как правило более дорогие обременительные для организма исследования тяжелое оборудование здесь мы уже используем целенаправленно без вреда для организма и по четким обоснованиям что же должно насторожить человека в плане наличия или там какого-то подозрения или симптомом здоровье да обязательно нужно обращать внимание на температурную реакцию на какие-то изменения образований на коже именно на изменения образований на коже особенно с пигментных так называемых родинок невусов обязательно советуют сначала с дерматологом любые патологические выделения биологических жидкостей из организма тоже должны всегда насторожить и призвать к визиту к врачу что я имею ввиду например мы все с вами знаем что из легких у нас ничего не должно выделяться а если мы болеем обычным заболеванием это мокрота но вот если мокрота содержит себе признаки крови конечно это ненормально надо идти советоваться если примесь крови к моче тоже надо советовать ну и так далее правильно все логично сервис скажите пожалуйста вот уже доказано в принципе да что есть генетическая предрасположенность по онкологическим заболеваниям вот что вы можете по этому поводу сказать может быть и своей практике вообще в целом узнать пол сергеича дело в том что генетическая предрасположенность она существует к любым заболеваниям в том числе и к онкологическим но на долю и и падают около 10 процентов 10 процентов ну можно сказать что и не очень-то и маленькие все-таки каждый десятый имеют генетическую предрасположенности те кто заболел раком вот больше все-таки влияние оказывает образ жизни а что касается генетической предрасположенности сейчас уже известны определенные локализации которые с этим связаны это и рак предстательной железы в определенном проценте случаев это и рак груди о котором мы уже говорили у женщин это и рак яичников и других там половых органов здесь важно чтобы врач изучил так называемый семейный анамнез то есть у кровных родственник из поколения в поколение если повторяется какая-то либо болезнь рак то здесь надо быть настороженным и более часто предпринимать обследование а в некоторых случаях и генетические исследования используются молекулярно-генетические исследования тесты сейчас стали популярны стали доступны очень здорово подешевели и врачи знают когда их надо применять надо только прислушиваться к этим рекомендациям сервис а вот есть такая определенная группа риска да это люди которые имеют ну вообще все хронические инфекционные заболевания без исключения и онкологии в том числе вот возвращаясь к теме коронавирусной инфекции вот какой бы категории может быть онкологических больных да так скажем все-таки иметь такой вну высокий как бы высокую такую настороженность в плане вот не заражение коронавирусной инфекции в плане своего предохранения совершенно верно я понял вопрос но вы знаете пока коронавирусная инфекция она все-таки мало изучена и у нас по всем нашим российским рекомендациям все больные онкологическими заболеваниями должны очень сильно беречься все абсолютно все абсолютно но особенно выделяют группу больных тех которые получают лекарственное лечение то есть химиотерапия это называется гормона терапия другие есть название общем лекарства от рака когда человек целенаправленно получает курсами он должен беречься от этой инфекции как впрочем от любой другой и те здесь очень до этого ведь работать да и потому что если человек заболел банальным каким-то гриппом скажем но это вы понимаете недели полторы-две и он возвращается к лечению а коронавирусная инфекция к сожалению в настоящее время мы уже это видим она надолго выбивает человека из естественного вот такого ритма лечения правильного когда он получает курсами нашу терапию и надолго идет прерывание поэтому те кто получает серьезное противоопухолевое лечение должен сильно беречься а что касается у каких больных чем каким раком я вот считаю встречал в литературе что при раке легкого поскольку легочную ткань уже имеет серьезный патологический процесс протекает тяжелее и коронавирусная инфекция сейчас скажите а вот сейчас появляется очень много методик лечения обследования именно онкологических больных может быть какие-то вот у нас тоже в регионе что-то вы можете сказать что может быть что-то новое какие-то методики не может быть взаимодействием и с другими регионами да вот как у нас это обстоит это практически сейчас все методики используются очень широко значит в связи с тем что идет перевооружение серьезными аппаратами учреждений первичной медико-санитарной помощи федеральные учреждения на территории ульяновской области новые появились напрямую связаны в том числе с онкологией я имею ввиду федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в димитровграде в онкологическом диспансере тоже ведется обновление оборудования сегодня мы делали репортаж о том что у нас стал работать новый высококлассный высокоточный экспертного класса маммограф буквально через месяц-полтора входит в строй новый аппарат магнитно-резонансной терапии магнитно-резонансный аппарат будет установлен в новоспасском самое ближайшее время то есть вот эти все вещи все доступнее доступнее то что мы не можем сделать на территории ульянской области а практически это ряд лабораторных исследований очень сложных мы сейчас имеем возможность сделать в любой лаборатории страны причем часто это происходит с привлечением иностранных ведущих светил в чаще чаще всего это патоморфологии именно окончательный диагноз гистологии вот это вот сложный диагноз ставится с участие многих многих специалистов то есть сейчас у нас по обследованию онкобольных вообще нет никаких границ такого не было еще пять лет назад сейчас это здорово продвинулась но я знаю что очень так уважаемый человек не только миссиска сообщества еще вот в сообществе онкологов просто и в ряде там форумов конференции тоже да вы всегда как бы за обмен опытом да и всегда как бы и нам чем есть делиться ульянской области да и к нам приезжают специалисты удовольствием всегда вы доводите все особенно для специалистов и первичного звена я хочу коснуться темы в этом направлении по высокотехнологичной медицинской помощи насколько ну уже в принципе ряда так перечислили насколько она доступна у нас в регионе и ну как вообще у нас с этим вообще сейчас ситуация обстоит высокотехнологичная медицинская помощь сейчас во-первых очень широко распространяется и среди имеющихся лечебных учреждений на территории ульянской области по многим направлениям в разы ее применение возрастает онкодиспансер здесь не исключение примерно в три раза идет пока темпами такими увеличение ежегодно и выполняемых вмешательств совершенно спокойно мы можем направлять пациентов и за пределы области но вот ситуация с пандемией здесь немного вмешалась и сейчас ограничительные мероприятия в разных регионах влияет отрицательно на эту доступность поэтому здесь направление то мы можем дать и места есть и буквально каждую неделю я как главный онколог получаю предложение о том что вот есть места по таким-то вот направлениям онкологии приезжайте присылать они сами выходят даже да сами выходят буквально вот сегодня мы до заведующих отделением доводили такое же письмо из центра рентген и радиологии из москвы где приглашают по всем локализации на свободные места по квотам нет никаких здесь препятствий другое дело здесь важно обязательно понимать и людям которые хотят лечиться где-то за пределами региона что их мы направляем туда когда действительно это нужно для них то есть сейчас нет такого что мы не направляем потому что мы просто не говорим что там вроде как мест нет места есть везде причем даже в конце года то есть онкологии здесь счастливые исключения я знаю что по другим направлениям медицины по сердечно-сосудистой каким-то еще встречался при работе в министерстве с тем что нет места концу года у нас с этим все хорошо просто надо понимать что любая поездка это дополнительные затраты для бюджета человека и если это не нужно и можно сделать на месте мы бы рекомендовали так поступать потому что в фонда вооруженности обеспеченность аппаратуры сейчас все лучше с каждым годом врачи обучаются внедряют новое и мы можем делать у себя очень многое димитровград нам подспорим тоже ну то есть любом случае идет индивидуальный подход каждому индивидуальный подход высокотехнологичная помощь по-прежнему расширяется просто нужно сейчас уже понимать когда она действительно нужно когда не нужно если она нужна мы выбираем лучшие варианты рекомендуем его сервич но еще вот такой вопрос а просто чтобы людям было понятно да вот онкология я хочу бы именно из ваш хост это прозвучало что онкология это не приговор что в принципе очень многие онкологические заболевания в принципе даже сейчас вы об этом скажешь может даже практически все они в принципе либо вылечивается либо все-таки какой-то стойкой ремиссии достигается да и в принципе положительной жизни в этом плане тоже до у человека абсолютно до под контролем да и смертность мы снижаем до в этом направлении что может смертность она действительно снижается это результат и более ранней диагностики которая улучшается год от года это и результат того что методы лечения в онкологии шагнули очень далеко финансирование отрасли и профиля онкологии конечно значительно выросла особенно в последние три года многие лекарства высокоэффективные стали доступными мы действительно попробовали ими лечить оказалось что не все они настолько хороши как о них рассказывали поэтому важно понимать все-таки следующее хотя многие злокачественного образования излечивается полностью большая их часть пока в настоящее время требует внимательного отношения самого пациента к процессу лечения если мы возьмем и сравним онкологическое заболевание с заболеванием сердечно-сосудистой системы или сахарным диабетом то здесь подходы стали примерно такие же нужно постоянно контролировать определенные показатели они разные в каждом случае постоянно принимать некоторые препараты для поддержания вот того состояния ремиссии того состояния работоспособности которого удалось достигнуть если какой-то из лекарств перестает помогать у нас сейчас общий большой выбор разных опций которые мы можем применять последовательно друг за другой количество лекарств увеличивается с каждым годом поэтому здесь в этом случае мы смотрим с оптимизмом на именно на продление жизни а излечение некоторых форм возможно только в том случае если правильно поставлен диагноз поэтому два процесса вовремя обратиться к врачу и постараться максимально рано выявить заболевание на ранней стадии это одно направление важнейшее о чем всегда говорить да а если уж случилось так что заболевание выявлено на более поздней стадии то здесь тоже не все потеряно и надо лечиться но тогда придется лечиться значительно упорнее кропотливый подход уже такой здесь под подход должен быть очень внимательным и прислушиваться ко всем советам свеча вот такой аспект в работе онколога тоже и он присутствует до психологическое состояние пациента все-таки когда и он узнает что у нее диагноз онкологии да ну это не просто да все таки чтобы в этой части сказали мы очень часто прибегаем к помощи медицинских психологов потому что реакция на факт обнаружения у человека злокачественного на образование которые чё там греха таить до сих пор у нас считается смертельным недугом и это требует вмешательства психолога и объяснение того что на самом деле во первых не все потеряно во вторых надо себя правильно вести во многих случаях как я уже сказал поскольку заболевание связано с нашим образом жизни придется изменить образ жизни и к этому тоже надо быть психологически готовы поэтому психологически человек проходит через ряд стадий в течение своего заболевания именно по своему психологическому настрою как правило удается достигнуть сотрудничество между врачом и пациентом психологи нам здесь очень здорово помогают очень большое значение мы подаем придаем такой форме работы как работе с пациентами которые выздоровели от этого нашего недуга и у них даже есть в ульяновске она работает соответствующие обществу пациентские сообщества называется движение против рака они собираются они общаются они говорят обо многом не только о болезни они дают советы друг другу как лучше перенести ту или иную как будет критическую ситуацию в лечении и собственно вот такой коллективный психологический тренинг тоже нам очень здорово врачам помогает общаться с нашими больными такой человечный подход да да мы давно уже работаем в этом направлении более десятка лет это уже существует у нас в области хорошо сервис скажите но и может быть какие-то советы дадите как главный онколог ульянской области нашим телезрителям может быть какие-то такие может быть житейские какие-то или может быть в плане здоровья там такие практические советы что касается онкологических заболеваний я дам только один совет если вы чувствуете что у вас появились признаки нарушения здоровья которые вы не можете объяснить себе сами и даже если вы можете объяснить себе сами эти признаки они продолжаются достаточно долго более месяца надо обратиться к врачу и пройти обследование а второе чего я хотел бы посоветовать это именно потому что сейчас мы находимся в ситуации такой пожалуйста берегите себя в плане профилактики новой коронавирусной инфекции сейчас это важно очень важно и даже вот я вам как главный онколог рекомендую этим заняться в первую очередь мы видим что и на улицах и в любых общественных местах и в транспорте люди стали меньше заботиться о своей безопасности и о безопасности окружающих каждый человек не только о себе должен думать но и об окружающих поэтому берегите себя берегите своих близких пользуйтесь средствами индивидуальной защиты сейчас они в достаточном количестве имеются пользуются ими правильно нам надо пережить этот трудный момент чтобы нам инфекция не портила нашу дальнейшую жизнь здоровую и не мешала нам лечить онкологически больных спасибо большое сергей викторович ну что ж вот такой сегодня интересный разговор у нас получился я всем желаю здоровья берегите себя до новых встреч ваш доктор смирнов